Всем привет, дорогие друзья! С вами Сергей и добро пожаловать на канал Plant Helper. Сегодня поговорим о поливе. Меня спрашивают, как поливать растения, и в данном случае я вам покажу и расскажу, как поливать пересохшие растения. Если вы, скажем, вот пришли, как я, и посмотрели, что ваши растения повяли, тем более стоят на солнце, как же правильно их поливать и как лучше полить, чтобы не навредить. Сразу вам скажу, что первый полив я осуществляю только чистой водой. Поливов, как правило, если растения у вас пересохли, то их необходимо 2 или даже 3. При этом поливаю я всегда, исходя из правила, что за один раз я выливаю максимум 10% от объема вазона. 5-10%. Скажем, если вазон у вас на 1 литр, значит, я выливаю только лишь 100 мл. Если у меня вазон на 10 литров, я выливаю от 500 до 1 литра за один раз, не более. Развею миф о том, что на солнце нельзя поливать растения, если они повяли, это всё неправда. Вот напишите в комментариях кто-нибудь, кто считает, что нельзя этого делать и объясните, почему. Я вам сделаю контраргументы, почему стоит это делать. Расскажу, какие ограничения есть, если вы поливаете растения на ярком солнце, вот как у меня сейчас показано, как я сейчас это делаю. Нельзя поливать только лишь холодной ледяной водой. Если вы поливаете свои растения на солнце и они там пересохли, у вас вазоны даже вот такие горячие, растения повявшие, то воду для полива необходимо использовать, лишь бы она была не холодная. Лучше всего подогревать воду, добавлять туда немножечко кипятка, если у вас нет возможности её отстоять. Вот как я и делаю, я просто воду беру и наливаю кипяток из чайника, размешиваю и у меня получается тёплая вода. И вот такой вот тёплой водой я сразу и поливаю растения. Если растения, которые стоят на солнце, поливаются слишком холодной водой, значит, во-первых, у них получается шок корням, корни от этого не впитывают воду и если они до этого страдали от обезвоживания, то после этого они будут страдать ещё больше. Если поливать растения холодной водой, то обведание в первое время, как правило, может даже усилиться. И корни от этого также могут пострадать. Если вы соблюдаете это правило, то, конечно же, можете поливать и нужно это поливать, так как чем скорее и чем быстрее вы решите дефицит воды у растения, тем будет это лучше для самого растения. Сейчас я показываю вам, вот драцену я обрезал и так как драцена обрезана, в поливе она сейчас вот практически не нуждается, так как у неё нет листьев и нет испаряющей части, которая бы эту воду расходовала. Традосканцы не боятся прямого солнца и если они у вас пересохли, также поливайте их частями, то есть постепенно. Сами акулькасы также хорошо переносят прямое солнечное освещение. Если они пересыхают, у них, как правило, начинают как бы истончаться вот сами листочки, но зами акулькасы это клубневые растения, у них завязывается вот как клубензапасающий орган, который восполняет дефицит влаги, если вы дадите при следующем поливе эту самую влагу. Все растения, гибискусы с тонкими листьями, колиусы, которые не очень хорошо переносят засуху, вы поливаете в первую очередь. Если совсем уже черенок, по вашему мнению, слишком вам вял, значит просто берите и отламывайте его, ставьте его в воду, черенок там вполне себе хорошо укоренится. При этом растение у вас напьется гораздо быстрее, так как испаряющей части у него будет уже меньше. Что касается полива второго, первый раз я поливаю максимум 5-10% от объема грунта и жду хотя бы полчаса, час, чтобы растения напились. После этого пока я поделаю дела по приготовке удобрений, по обходу других растений. Растения напиваются, корни у них уже приготовились к следующему приему влаги, если это необходимо. И уже второй раз я поливаю их уже с водой, рабочим раствором, с приготовленными минеральными удобрениями в нужной концентрации. То есть с первого раза я все-таки стараюсь не поливать. Далее я вам покажу, как я поливаю растения, если они не обвятшие, просто штатный полив, если у вас в вазонах нет дренажного отверстия. Сейчас я показываю вам все вазоны, которые я посадил в длинные ящики, дренажных отверстий ни в каком из вазонов нет. Хоть это суккулентные растения растут, хоть это традосканцы, нигде нет дренажных отверстий. При этом все растения растут хорошо и перед тем, как их поливать, каждый из вазонов я проверяю на влажность грунта. Просто беру и щупаю грунт, влажный он или нет. Зачем это делать? Во-первых, каждое растение может сохнуть по-разному. Во-вторых, если вами условия 100% неконтролируемые, а в данном случае это офис, где полить могут доброжелатели, скажем так, поэтому мне необходимо контролировать на предмет того, а не полито ли конкретно это растение. Возможно, кто-то воду пил и не допил, и он туда вот решил вылить. Никто от этого не застрахован. Поэтому, чтобы упредить данные случаи, я проверяю, несколько раз столкнувшись и периодически сталкиваясь с этой ситуацией, я проверяю растения на влажность субстрата. После этого я приготовленной водой, в данном случае уже с удобрениями, эти все растения поливаются удобрением с одним составом, это мистер цвет универсал 736 плюс микроэлементы. Сделаю вам вставку с подсказкой, с обзором этих удобрений и также сделаю и ссылку в описании. Все растения я поливаю из расчета максимум 10% от объема грунта. Если грунт, например, в данном случае на 6 литров какой-то из длинных ящиков, значит я поливаю его только лишь 300 мл. Больше им не требуется. Особенно аккуратно нужно поливать, если растения у вас, как в моем случае, растут без дренажных отверстий, и в воде физически некуда уходить, поэтому вам нужно с поливом быть очень-очень осторожным. Независимо от того, как вы поливаете на солнце, на произрастание ваших растений, это никак не скажется. Традосканции я поливаю прямо сверху, без никакого дождевателя, чтобы вода не разбрызгивалась слишком далеко, а просто лейкой с узким довольно-таки носиком я поливаю все растения сверху, как обычно это и делается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok